Мои дорогие, привет, привет, привет! Ужинаем, ужинаем сегодня вместе. На ужин у меня вино красное, как основной ингредиент. Да, не могу, я очень устаю на работе, очень. Но 8 часов в день это пиздец, как работать. Выпью бокальчик вина. Бокальчик вина, не болит голова. Пью-пью, и вот еще сколько. Так, пригублю. Только что, представляете, я вообще в охуе просто. Только что протирала бокал, чтобы он такой чистенький был, чтобы он блестел в камеру. Хрустнуло в руке. Сила-то недюжинная, богатырская. У меня остался один бокал. Надо срочно докупать. В общем, салат, который приготовила сама. Здесь копченая грудка, сыр, ананасы консервированные и яйцо. Ну, яйцо было мало, всего 2 штучки. 4 ингредиента. А, получается 5-й майонез. Вообще, мама говорила, заправить его этим, как его, как он, йогуртом и горчицей. А у меня нет ни того, ни другого. Горчицей тоже хорошо. Тоже хорошо, прекрасно горчицей. Вы посмотрите, блин, вот не видно, в камеру не попадает. Насервировала стол, салфетки поставила. Ну, чтоб не тянуться вот туда. Ой, поем. Салат отличный просто. Сегодня я носила Маринке на работу. Маринке очень понравилось. Она говорит, Инна, какая-то рукодельница. Она всегда так говорит. Я ей когда чем-нибудь поча... Мне очень нравится, когда люди хвалят мою стряпню. Ну, как стряпню. Я еще ни разу в жизни ничего не стряпала. Но очень нравится. Это дает силы и стимул еще делать. Еще и еще портить продукты. Ну, ничего не порчу. Он охуенный салат. Вот такой салат в Мегамарте очень дорогой. Ну, у меня он тоже очень дорогой вышел. Зато у меня его целый таз. Охуенный просто. Просто охуенный. Это реально. Ммм. Вообще, если честно, я поела бы, конечно, хлебом. Хлеб не успела сегодня купить. Но хочу лепешку узбекскую. Пришла. Их нужно ждать. В Мегамарте. Я решила обыкновенный хлеб не брать. Типа худею. Ну, как он об худею? Ясно-понятно, что нет. Ммм. Я же вчера была на фотосессии. Фотографии мне уже в это выслали. Они очень емкие. Не знаю, загружаются или нет. Видите, до конца не прогружаются фотографии. Блин. Вот их несколько в письме. О, господи, Михаил Сердитов. Что надо, блядь? Их очень много в письме. Вот такая. Потом. Они уже готовы. Вот такая вот. Это я вчера после работы. Потом. Видите? Они даже на компьютере открываются. Такая. Подожди, что-то одинаковая какая-то. К примеру. Была портретная съемка. Давай, загружайся быстрее. Блин. Вот такая вот. Короче, я определилась. Я определилась с фотографией. Вроде бы определилась. Блядь, опять в это письмо зашла. Ну, я не такую. Почему, да, вот так вот не листается? Я велела сделать мне портрет. Выбрать две фотографии. Нет, не это. Два письма в каждом по шесть или по пять файлов. Блин, ё-моё. Нет, не это. Тут взгляд такой, взгляд такой. Что-то мне не очень-то нравится свое лицо. То есть, конечно, как я красавица. Они не же... Вот такая. Да, блин. Где-то фотка, которую я ищу. Которую я буду делать на портрет. Сейчас, подожди. Нет, не такая. Блин. Выпить надо. Ну, это просто трындец. Да нет-то вообще. Они все одинаковые, все однотипные. Где-то не нравится свое выражение лица, где-то не нравится. Сегодня хотела загрузить в это. Так, вот. На черном фоне. Вот это вот мне очень понравилось. Мое выражение лица мне очень понравилось. Вот это вот. И... Наверное, вот это вот. Да. И вот это вот. Просто охуенная. И вот это вот мне понравилось. Короче. Портрет будет 40 на 60. Видите? Клюшкин сегодня высыл мне. Видно нет Алексея Клюшкина. Ну, я же красавица, да? Обалденно просто. Просто обалденно. А на компьютере это вообще обалденно смотрится. Фоточки уже готовы. Да. Лепешечка узбекская бы не помешала. Она бы очень хорошо дополняла. Вот в салате ничего лишнего. Ничего. Такие мукбанги, да, у меня. Сама наготовила, сама ем. Какая рукодельница. Вся жизнь, блядь, как сериал. Ну, если реально, я поварика охуенная. Видите, что наготовила? Сама в шоке. Сейчас вытру свой рот. Одно, что надо губы красить. Из душа вышло. Сейчас хочешь, не хочешь, надо ехать в Икею за такими бокалами. Это надо же, сколько сил, а. Взял и хрустнул бокал. Я вот сейчас этого салата наемся. И вот, например, даже если приду к кому-то на день рождения, он там будет один, я не смогу его больше есть. Я его себе надела, таз. Сейчас охоту сниму, все. Об этом салате забуду, наверное, на год. У меня такое бывает. Наемся, 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 все. Больше не хочу. Пока очень хорошо ехать. Уже переложила из большого контейнера в маленький. Надеюсь, хватит его до выходных. Инна, блядь, хоть жуй. Но реально он тающий во рту. Окно открыто. Зима ведь. Люди пускают фейерверки. Все еще не устали. Откуда у людей, блядь, столько денег, а? Для моего восторга. Вот люди пускают просто фейерверки. Под окнами всегда, всегда, всегда. С работы выходишь. Люди стоят возле, допустим, красного, белого. Купят шампанское и тут же запускают фейерверки. Это нарушение всех вообще правил возможных. Чуть-то у меня такие щечки красные. Щечки, вспоминай, дружочки. Ммм. Ух, не заболеваю ли я? Ммм. Не дай бог. Не дай бог. Я себе здоровенькая нужна. И вам тоже. Завтра хочу сделать себе разгрузочный день. Посидеть на зеленом чае. Мама хотела мне сегодня дать продуктов. Ну, что-нибудь приготовленного. Супа может, что-нибудь котлет может. Я говорю, мама, мама. Мне нужно доесть то, что у меня есть в холодильнике. Мне не нужно. Потому что я распланировала свое питание. Маринке наказала. Завтра не вздумай на меня брать порцию еды. Не вздумай. Я говорю, завтра у меня, Марина, будет разгрузочный день. Это, блядь, Марина, знаете, что сказала? Я вообще просто в шоке. Сейчас скажу. Пойдем. Так, Марина. Угу. Подожди. Ну, конечно, Марина. Потому что наголоднешь. Так. Инна, со мной ты ешь. С Настей разгружайся, сколько тебе влезет. Понятно? Почитала переписку в группу. И я ей такая говорю. Марина, на меня еду не приноси. Вообще не вздумай. А она мне сегодня говорит такая. Саша, будь сегодня суп варить. Принесу нам с тобой. Я говорю, Марина, на меня не вздумай. Не вздумай. Если ты принесешь, я не смогу отказаться. Он такой вкусный, блядь, наваристый. Домашнее. Все свежее. Она говорит, со мной будешь есть. С Настей разгружайся, сколько хочешь. Блядь, не похудеешь с этими девками? Блядь, как это вкусно. Это, блядь, очень вкусно. Сама нахерачила салат себе. Башка мокрая. Из душа вышла. Думаю, что ложится спать голодом, что ли? Нет, думаю, так не пойдет. Какая разница мне. Сидеть, кушать лежа или с вами за компанию? Конечно, лучше с вами. Какая вкуснота. Как все прекрасно сочетается. Заебались с этими салютами. Что-то щелкают, щелкают, там ходят. Многие люди такой салат любят. Так как он дорогой, ну, блядь, да, дорогой. 50 рублей 100 грамм, это же дорого. В магазине. Купят его себе маленечко. И что-то еще. Нет, блядь, надо наесться до поросячьего визга прямо. Бесподобно просто. Прям чувствую себя, как на день рождения. Как на день рождения. Бывает, скажу, такую фигню, что даже сама не ожидая от того, что я сказала. Охуенный салат. Просто охуенный. Конфетки там заготовила. Что-то щелки вообще нездорово красные. Конфетки заготовила. Конфетки, бараночки. и трюфелик. Посыпка такая не сладкая. Порвет меня целая конфета. Какая жизнь не сладкая. Мандолинки где? Сейчас этот вазок уберу. Блядь, как у меня все вкусно. Как обычно, блядь, все хватаю. Какой. Глаз стрельнуло. Все даже жрут мандарина. Мне тем более нужен витамин С. Видите, щечки раскраснелись. Пойди заболеваю. Нет, нет, господи, не допусти. Заранее спасибо. Дома должно быть все. Мандаринки зимой тем более. Очень вкусно. Блядь, все валится. Эти белые прожилки. Не очень-то я их люблю. Люди вообще-то говорят, что они очень полезные. Но я их не шибко люблю. Заебательские мандаринки. Интересно, какое они производство? Марокко, может быть. Знаете-то Марокко было написано на ценнике. Вот в Марокко не бывало еще. Ох, не бывало. Ла-ла-ла-ла. Сейчас пойду бухнусь спать. Сотру губы, почищу зубы и лягу спать. Сытенько. Так нельзя на есть. Супик бы. Вот суп я очень хочу, чтобы у меня был всегда, чтобы не заканчивался. Суп нужно кушать. Блядь, это белые мандаринки. Нет, чтобы подготовить заранее, все почистить. Эти все белые штучки убрать. Только закладывать их в топку. Ох, блядь. Жизнь хороша. Когда ешь, не спеша. У меня, как у обжоры, еще и Фанти купал, у меня, как у обжоры, все с едой ассоциируется. Ну, реально. А у вас еще нет, что ли? Ну, пожрать вкусно все любят. Особенно, вот, например, хочешь вот этого? Чтоб твои мечты сбывались. Ну, и сидеть на диете так скучно. На правильном питании это так скучно. Вот это же, ёб твою мать, а? А вот жрать все, что вот не приколочено, все молотить, все, блядь, прям в топку. Так классно вообще. Ох, Инна, ох, Инна.